У меня тут недавно состоялась поездка в Ставрополь. Получилась вот такая вот мяукающая машина. Мафик, Рута, малыши-карасики и еще еду за койке. Двое карасиков к этому моменту были в ветклинике. Еще двое оставались у меня. Вот именно они едут в ветклинику, потому что у одной малышки глазки стали увеличиваться. Ну а раз уж едем в клинику, взяли и вторую. Вот такие глазки были еще совсем недавно. Один глазик у нее изначально был опухший, стал чуть получше на обработках, на антибиотике. Но недавно я заметила, что оба глазика стали выпирать вперед больше. Обработки не помогают. Когда малыши ко мне приехали, я сразу заподозрила, что из всей четверки у нас только у одного мальчика глазик здоровый. Ее глазки сразу не напоминали совершенно глаза. Это было какое-то розовое месиво. И вот сейчас идет вот такой процесс. Скорее всего, ее организм пытается с этим бороться. Что-то нарастает. Получается не то, что надо. Не отправила ее сразу в Ставрополь, потому что надеялась, что с ней получится операцию оттянуть. И не делать ее в таком раннем возрасте, но нет. У черненькой малышки глазки всегда хорошо сидели в глазницах, никогда не были опухшими. Но очень четко было видно, что они белые. То есть, вроде бы и есть глазки, но они закрыты уже нарастанием. Как будто белой пленочкой. Причем очень плотной пленочкой. Это видео я снимала совсем недавно. Мне так понравилось, как они спят постоянно на тыковке. Когда-то брала эту тыкву для фотосессий, но в итоге она не пригодилась. Была на балконе. Детвора ее раздобыли. И вот так вот пользуются. Как видите, ее глазки хорошо сидят в глазницах. Тыковки мои. Ты кто на тыковке сидит? Мои тыковки. Вот так захочешь их посадить, не посадишь. Ай, расползлись. Расползлись мои тыковки. Все, ты будешь спать, да? Моя тыковка золотая. Мое солнышко. Все, она поела и будет спать. Маленький киндер. В клетке у детворы только пеленка. Да и клеткой они уже почти не пользуются. Я бы сказала, использую клетку только когда кормлю их, чтобы доминошки не отбирали еду. Доминошки съедают быстрее, а малыши кушают медленно. Поэтому я их закрываю в клеточке. Постелила им мягкую тряпочку. Такую, которую котики обожают мять лапками. И вот, пожалуйста. Устроились, тряпочкой угодила. Мы в Ставрополь ее с собой взяли, чтобы нам было комфортно. Ты мафийка? Наруто спит. Ой, там дети заплакали. Самый болтливый в поездке был мафик. Остальные ехали молча. Ну, детки, конечно, все равно помяукали. А Рута вообще всю дорогу проспала. Где-то на середине поездки мафик решил, что тоже можно немножко поспать. Красоты я почти не наснимала. К сожалению, только вот немножко. Тут мы много болтали, поэтому звук пришлось убрать. Но, в принципе, и так видно, что малышка-малинка пытается выбраться из переноски. Само собой, это все было с голосом, с мяуканьем. Оказалось, что малышка захотела в туалет. Сделали все дела. Остановились. Убрали все ненужное. Хорошо, малышка ни во что не вляпалась. Ну, и, в общем-то, продолжили путь дальше. Кажется, он что-то подозревает. Ты понял, что ли? Ты реально как будто понял. Скажи, а что мы сюда приехали? Дома сладкая. В стороне не видно. Дайте. Нарушение структуры, мембраны. Здесь уже вообще тоже прободение. Еще прободения нет. Здесь уже воскулиризация. Язва была большая. Она проросла сосудами. Здесь уже... Так, не будет. Здесь вот она надрываться будет скоро. Здесь уже выпало. Она там еще царапину оставляла на этом глазу. Она прям увеличивается. Здесь еще и ко всему прочему прорастает. С этой самой слизистой века. Вот она приросла сюда. Сухая, не влажная была. Она становится тоже такая, как бы, знаете, шероховатая, грубо говоря, русским языком. И к ней начинается, если честно, кошка или собака начинает моргать постоянно и начинается травматизация. На фоне этой травматизации начинается заживление, регенерация. Регенерация закрывается веком, который прилипает сверху, когда животное спит, закрывает глаза, либо, ну, в принципе, больно сушится. Еще и свет раздражается, соответственно, оговорицу. И начинается больно. Эту боль они закрывают глаз на раздражение и начинает прорастать веком. Верхним и нижним. И здесь мы уже видим, что века полностью проросло в глаза. Закрыла роговицу. Здесь даже нет ни одного участка роговицы прозрачной. Уже все здесь в конъюнктиве вошло. Здесь даже вот видно, что тоже, скорее всего, нарушение этого глаза. Идет уже структура самого глаза внутри. Ну, как бы, такие глаза обычно не трогают. Можно удалять, конечно. Но если они не воспалены и не приносят боли котенку, то их, в принципе, не трогают. А это уже прооперированный мальчишка Фор. Он из всей четверки единственный, у кого остался целый глазик, зрячий, видящий. Второй пришлось удалить. У него хороший аппетит, кушает самостоятельно. Он самый крупный из четверки. Ну и счастливчик с глазиком. Вот эта ребятня сегодня поедет в Ставрополь. Малышки, конечно, глаза болят. Есть у кошек такая любовь, когда что-то не так, прятаться в лоточке. Глаза болят, да? Ну, поедешь сюда. Вот ты бы в этом всем не сидела. Рыбка моя, выползай. Ох, это любовь. К лоточкам. А, моя рыбка. Кушать хочешь? Хочешь, покормлю еще. Ну, мурлыкает, моя маленькая. Да, рыбка моя. Сейчас понять, что у тебя посильнее. Пока ты не поехал. Когда я приехала в ветклинику, мне сообщили, что малышки-черепашки не стало. Она не справилась. Малышка умерла. Еще, когда она была у меня, начались проблемы с едой. Она стала хуже кушать. Приходилось ее докармливать. Но после операции у меня есть видео, как малышка набросилась на еду и кушала с большим аппетитом. Но потом опять наступили капризы и ее почти всегда докармливали. К сожалению, ее глаза изначально были в самом худшем состоянии. Она была самая маленькая. Весила меньше всех. Сама по себе она очень крошечная. И, конечно, наркоз тоже сыграл свою роль. Но и оставлять вот такие глазки ни в коем случае было нельзя. Мы попытались. Надеялись на то, что получится. Очень в это верили. Но, к сожалению, малышка ушла на радугу. Про поездку в Ставрополь обязательно будет продолжение. Будет вторая часть, чтобы не было слишком длинным видео и его обязательно досмотрели. Под этим видео поставьте, пожалуйста, лайк. Оставьте комментарий. Для продвижения моих видео это очень важно.